Музыка Очередной курс по трудным дыхательным путям Этот курс необычен Он необычен тем, что мы отрабатываем свои навыки на кадаверматериале Это очень важный практический навык Потому что с трудными дыхательными путями мы встречаемся постоянно в нашей работе Есть небольшая теоретическая часть, которая подводит уже курсантов непосредственно к практической работе Связанной со всеми девайсами, которые на данный момент используются для обеспечения проходимости дыхательных путей У нас есть здесь прямая ларингоскопия, надгортанные устройства У нас есть видеоларингоскопы, эндоскопическая станция И у нас есть хирургический доступ к шее Также здесь у нас представлена станция, салат-станция так называемая Эта станция важна тем, что зачастую при трудных дыхательных путях в экстренной ситуации Особенно при остановке кровообращения не в стационаре Врачи сталкиваются с ситуацией рвоты, а соответственно и с высоким риском аспирации рвотными массами И необходимо уметь правильно оценить обстановку и правильно сориентироваться И оказать правильно необходимую помощь и защитить дыхательные пути и обеспечить дыханием пациента Я на курсе трудных дыхательных путей отвечал за станцию видеоларингоскопии Наверное, за последние 10-15 лет это самое важное, что произошло в анестезиологии и реанимации Для обеспечения дыхательных путей Безусловно, золотой стандарт, наверное, видеоларингоскопов Это шторса Симак Великолепное устройство, которое, безусловно, сегодня спасает жизни И более того, я объяснял это курсантам, что, например, я с появлением видеоларингоскопии В моей практике уже не пользовался услугами фиброброскопии, ну, наверное, несколько лет Что мне понравилось, курсанты очень быстро осваивают видеоларингоскопию Она им интуитивно понятна, это похоже на то, что мы делаем Несколько буквально особенностей И у нас был специальный кадавер с трудными дыхательными путями И все успешно справляются и понимают, что огромный разница между обычной орингоскопией И то, как ты можешь выйти из ситуации именно видеоларингоскопии Это не то, на чем можно экономить И, конечно, каждое подразделение должно иметь возможность Для рутинного, 7-минутного использования видеоларингоскопа Сегодня губить пациента на труднодыхательных путях просто недопустимо У нас есть все возможности для того, чтобы этого не делать На данном курсе я была преподавателем на станции с эндгортанными воздуховодами Мы отрабатывали варианты постановки эндгортанных устройств Разбирали, какие виды эндгортанных устройств бывают Что мы используем в детстве, что мы используем в взрослой практике И как использовать эндгортанные воздуховоды в критических ситуациях В данной станции показываем при помощи УЗИ-навигации Как определить, если у пациента с ожирением Невозможно пальпаторно определить перстно-щитовидную мембрану Мы ставим датчик, находим щитовидный хрящ, перстневидный хрящ И между ними расстояние отмечаем мембраны Или ставите датчик вдоль трахеи Также находите щитовидный хрящ и перстневидный хрящ Между ними перстно-щитовидная мембрана Моя станция – это станция классической интубации трахеи Здесь мы используем различные техники Делимся опытом, делимся хорошими лайфхаками И в камерной обстановке тренируются и преподаватели, и ученики На наших практических занятиях мы отрабатываем хирургический доступ к дыхательным путям Когда другие предыдущие моменты оказались неэффективны И поддержать проходимость дыхательных путей, обеспечивающих адекватную вентиляцию, не представляется возможным По положению врач-анестезиолог-реаниматолог обязан выполнить хирургический доступ в объеме коникотомии Именно кадаверные курсы позволяют максимально реалистично реализовать вот этот подход хирургического доступа Так как группы небольшие, это 4-5 человек, это можно сделать несколько раз Для меня лично уникальный кадавер-курс, о таком не видела, до этого не слышала Предоставлено 6 станций, на которых мы попробовали совершенно разные подходы к вопросу сложной интубации Не только сложной интубации вентиляции, но в первую очередь оксигенации И УЗИ, и ларингеальные маски, и вспомогательные устройства надгортанные, видеоларингоскопия И очень интересные, увлеченные своим делом преподаватели, которые показывают, рассказывают Я работаю в смешанном отделении на СВГ реанимации У меня есть достаточный опыт при работе с трудными дыхательными путями Тем не менее, я все равно решил пройти и осознанно пришел на этот курс самостоятельно Для того, чтобы закрыть для себя вопрос работы с трудными дыхательными путями Весь накопленный свой опыт, в общем-то, сопоставить его с тем, что здесь рассказывают преподаватели Я очень доверяю команде Покус Москва Считаю, что в плане ультразвуковых технологий обучения в этой области и популяризации Они лучшие по качеству того материала и курсов, которые они проводят Данный курс интересен также будет врачам экстренных служб Врачам скорой помощи, врачам Центра медицины катастроф, санавиации Потому что люди, которые работают в экстремальных ситуациях, достаточно часто встречаются с трудными дыхательными путями Поэтому всех призываем посетить подобный курс, так как это даст вам возможность в безопасных условиях отработать технику Которая является жизнеспасающей и позволяет вам увереннее чувствовать себя во всех экстремальных ситуациях, связанных с дыхательными путями Так что приходите на наши курсы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА